Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал! В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Сегодня уже 18 апреля, на улице пасмурно. Вообще, обещаю, тёплый денёк у нас до 20 градусов. Но пока там, по-моему, даже моросит дождик. И я, наконец-то, решила снять это видео о вязании крючком, о начатых процессах, о законченных процессах. В общем, давно я планировала, но всё никак не получалось. То я шпалеру делаю, то я в огороде вожусь, то я что-то крашу. И, в общем, погода сегодня мне, наконец-то, помогла, поскольку во двор не хочу выходить. И я решила вам показать и готовые работы, и, конечно, красивейшие процессы. Вот здесь вот интересная у нас сейчас картина. Это мама с дочкой тусуется. Нет, они не дерутся, они просто борются. И вот такая потасовка у нас. В общем, просто играются. А те два котика у нас в ванной сидят. Ванну я закрыла. Машинка работает, чтобы не слишком было шумно. В общем, ладно, это не важно. Давайте начну я, наверное, вот с этих подушечек, которые уже связаны давно. Вязала я из шнурковой пряжи. Это вязаный шнур от магазина Нить Добра. Покупала на Вайлбери. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии. Было у меня 13 вот таких моточков. Из них связались корзинки и связались подушки. И вот осталось еще вот столько. Мне хватит еще на одну небольшую корзиночку. Ну, о корзинках позже поговорим. Значит, это чисто хлопковый шнур. Вот, показываю. Вязать очень удобно. Он без сердечника. Просто вязанный хлопковый шнур. Значит, на подушку ушло, я уже не помню сколько, по-моему, два с половиной вот таких мотка. Ну, ориентируйтесь на вес. Подушка весит килограмм 300 грамм. Без наполнителя, я имею в виду. Чисто вот шнура. Значит, как вы видите, подушечки связались с разной, так скажем, лицевой стороной. Здесь вы видите вот такой вот рисуночек. А вот этот рисунок я выбрала папа-мама. То есть здесь наоборот выпуклости. В общем, получается, одна подушка моя, одна для Лешек. Чтобы не перепутать. Вот получилось вот так. Долго я думала, связать ли их одинаковые, либо связать их разное. И связала их разное, и не пожалела. Мастер-класс. Подробнейший по петельным мастер-класс на канале Оли. Я уже забыла, как называется канал. Но постараюсь найти и ссылку оставить в описании. Очень хороший мастер-класс там. Я у нее взяла и мастер-класс на вязание корзинок. Корзинки покажу немножко позже. Значит, что хочу сказать. Если вы вяжете подушечку, ну, скажем, лицевой стороной выбираете вот эту, то я бы советовала в начале узора все-таки вязать не соединительные петли, а полустолбики. Тогда бы вот здесь вот выглядел, ну, край. Вот здесь вот начало было бы другим. И мне кажется, было бы красивее. Вот если мы посмотрим на вот эту вот подушечку, то здесь выбрана лицевая сторона другая. И здесь вот эта вот выпуклость, получается выпуклость, да, начало такое же, тоже с, ну, как бы, соединительных петель слепых, но здесь лицевой выбрана другая сторона. И здесь вот видите, как выпукло смотрится, а потом вот плоскость пошла. так что для, если вы выбираете вот этой лицевую сторону, то тогда нужно вязать соединительных петель. А если будет вот эта лицевая сторона, тогда лучше вязать с полустолбиков. Ну, в общем, посмотрите мастер-класс, кто заинтересовался у Оли. И я думаю, что вы поймёте, в чём я говорю, потому что не очень понятно. Очень нравится мне и вот эта вот подушечка, и покрывало я хочу такое же связать. этот мастер-класс называется цветочки на дорожке. Но это будет позже, потому что я приступила вязать, не знаю, насколько хватит моих сил, я приступила вязать новое покрывало, или, может быть, это будет скатерть. В общем, соединяю так, чтобы, ну, если я захочу остановиться, если у меня силёнок не хватит связать покрывало на вот эту вот кровать, у меня тогда останется скатерть. Вот я подготовила здесь фон. Посмотрите, какая неописуемая красота этого узора. Значит, вяжу я из пряжи, сейчас подойду к пряже, вот такая бобинная пряжа, это полухлопок, я бы так сказала, вот это белорусский, сейчас я покажу вам картинку, я нашла, достала из заказов на Вайлдборис, посмотреть, что это за пряжа. Вот эту пряжу я так и не нашла, то ли мне её кто-то присылал, не помню, друзья, но в заказах я её не нашла. Она похожа на вот эту пряжу, но немножко цвет отличается и вес здесь другой. Вот здесь почти 2 килограмма, 1,950 кг, здесь 1,2 кг. Вот эта пряжа тоже куплена на Вайлдборис и это, почему здесь 20 стоит, я не знаю, но это чистый лён. Это российский лён. В общем, я вяжу вот из этих трёх бобинок, то есть нитью в 3 сложения. Вот это, вот это и вот это. Крючком кловер 1,25. Думаю, что можно было бы взять и полтора, но уже начала вязать. В общем, 1,25 крючок здесь. Вот такая пряжа белорусская с содержанием льна. 30 тысяч метров в этой бобине вес килограмм 950 грамм. Покупала я то ли 1600, то ли что-то такое. Вот, то ли 1800 или это новая цена уже. В общем, ну, где-то так. Вот содержание полиэфир 50%, вискоза 30, лён 20. Ну, я бы сказала, полухлопок, так скажем, вискоза и лён. Это натуральные нити. В общем, вот такая пряжа. Вот такой красивый узор получается. Посмотрите, я бы назвала это, знаете, есть психологические такие картинки, когда задают вопрос, там, сколько лиц на картинке, найдите там то, что вы видите в первую очередь. ну, вот такие психологические тесты. Вот этот узор, квадрат, да, здесь соединение происходит в последнем ряду, и за счет вот этого незаметного практически соединения, вот я сейчас делаю акцент на этом соединении, его практически не видно, и если смотреть на этот узор под разными, так скажем, на что делать акцент, на какую деталь этого узора, мы видим по-разному и этот узор. Вот смотрите, то есть, если смотреть на вот это, мы видим цветочек, да, с четырьмя лепестками. Если мы смотрим на вот эти узоры, то здесь уже тогда цветочки, как будто они меньшего размера. Если вкупе вместе с этим получается такой большой цветок, то есть, вот эта серединка цветка, а это вот его лепестки. И даже вот эти вот части тоже, ну, это своеобразный узор. Вот если вы меня поняли, посмотрите на этот узор повнимательнее. И вот смотрим на вот этот цветок, а этот листик уже переходит вот на этот цветок, то есть, получается следующий. Ну, в общем, я не знаю, этот узор можно рассматривать вечно, очень мне нравится, и это такая отдыхалочка, здесь небольшой квадрат, вот он, вот это вот вяжется квадрат, то есть, садишься вечерком после трудового дня, там в огороде или во дворе, и хотя бы один квадратик связал, присоединил, не надо это в большое полотно вертеть, то есть, один рядочек всего соединения, последний ряд, и получается вот такая красота. Я сначала думала полосками соединять, потом думаю, а вдруг мне силенок не хватит, и что тогда эта полоска, и поэтому я решила соединять углом, то есть, следующее соединение будет вот здесь, и вот так вот будет потихонечку, потом вот сюда пойду, и вот так вот углом, углом, углом будет расти это полотно, и как говорится, куда кривая выведет скатерть, значит скатерть, покрывало, значит покрывало, насколько у меня хватит сил, но это долго играющий процесс, и который захватывает, мне нравится это вязать, вот я вам сейчас положила вот на такой фон, это коричневая такая скатерть, очень красиво смотрится, а сейчас переложу, посмотрим, как этот узор выглядит на другом фоне, в том году я покупала, так, что здесь, здесь нам игрушку принесли, нет, друзья, я не буду сейчас с вами играть, потом как нибудь, здесь я покупала вот такую льняную простыль, но она тоже не совсем льняная белорусская, там какая-то есть синтетика, посмотрите, как узор красиво смотрится, ну вот на этом фоне, я даже не знаю, на каком фоне лучше смотрится вот этот вот узор, значит, что по вязанию, вязание здесь этого квадрата легкое, но не очень легкое вот это вот соединение, там надо разобраться, так, шпуля, ты мне мешаешь, тарахтишь, играешься, да, там нужно четко разобраться, как вот здесь соединить это все, не знаю, сниму я этот мастер-класс или не сниму, но если буду снимать мастер-класс будет платным, уже не то зрение у меня, не та спина, как говорится, и хочется немножко заработать, чтобы был какой-то интерес, вот, напишите, как вам эта красота, он у меня даже вот с этой простынью очень нежно смотрится, представляете, как это будет красиво смотреться, вот если убрать этот ковер, да, конечно, здесь не будет лежать, когда будет готова вот это покрывало, это будет просто шедевральная вещь, очень подходит под цвет вот этих подушек, посмотрите, какая красота, очень шикарное будет покрывало, я надеюсь, что я свяжу, сколько буду вязать, может быть, всю осень, может быть, всю зиму, но я очень хочу связать вот такое красивое покрывало, ну, а теперь давайте плавно перейдем еще к одной моей работе, это вот такие же корзиночки из того же шнура хлопкового, вот мастер-класс эта вот корзинка служит мне хлебницей, очень-очень удобно, мастер-класс я тоже брала у Оли, найдете у нее на канале, здесь очень интересное вязание и корзинка ну, просто очень хорошо держит форму, соединение здесь практически незаметное, но это пробы пера, здесь я конечно, немножко намудрила, но уже не стала перевязывать, если посмотреть на вот эту корзинку, то здесь уже аккуратнее все происходит, там тоже нужно понять, соединение от конца, так скажем, оставляется изначально конец нити, там длиной около метра и потом при помощи этого конца соединяются, делается вот это вот незаметное соединение, донышки у меня были, присылал мне магазин ТДКОР, тоже у них там, и они дешевые там у них, и у меня оставалось вот такое кружево, как раз кусочек, мне хватило, чтобы украсить корзинку, хлебницу, значит, вот крышку я делала самостоятельно, у меня есть такая плотная бумага, из которой я делала ковры, вы помните всю эту тему, и я просто вырезала эту плотную бумагу и на нее наклеивала джут, сначала обвела карандашом контур, потом вырезала бумагу, на нее наклеила джут, сделала вот такую петельку, и получилась вот такая крышка на эту хлебницу, значит, у меня есть еще вот такое донышко, и я хочу невысокую, даже пониже сделать корзинку, чем вот эта конфетница, да, и сделать как органайзер для чай-кофе, в общем, вот еще одна корзинка по плану, очень удобная, сюда помещается прям целый батон, а то и два булочки всякие, в общем, очень удобно хранить и красиво, ну, и еще одна работа, это вот эта вот скатерть, которую я вязала не быстро, так скажем, особенно последний вот этот вот раппорт узора, здесь получается их раз, два, три, три в длину и два в ширину, значит, скатерть это немножко подкрахмалена, размер ее 66 по ширине, по длине 85, это та же пряжа хемпус называется, и с которой вязался вот этот вот набор, ну, конечно, ламбрекен, вот этот ламбрекен, это шнурковая пряжа, а вот этот ламбрекен и вот эта занавеска, кстати, попетельный мастер-класс тоже есть, мастер-класс называется у бабушки, занавеска у бабушки, так что обращайтесь, пишите на почту, с удовольствием вам вышлю, так, значит, вот это сюда ушло на этот размер скатертей, мини-скатерти, я бы так сказала, 300 грамм, там, без 4 грамм, 300, ну, давайте округлим, 300 грамм, да, вот это надо убрать, не вписывается она здесь в интерьер, вот так вот, 300 грамм пряжа хемпус и крючок здесь тоже 1,25 очень, вот этот квадрат, да, что ж такое-то, вот этот квадрат очень похож на, ой, сейчас достану, на вот этот квадрат, ну, не то, что очень похож, но как-то они между собой гармонируют, вот этот мастер-класс называется цветы в квадрате, я из этого узора также вязала юбку, вот она, эта юбочка, в таком вот цвете, и здесь тоже, вот этот квадрат, тоже попетельный мастер-класс, есть, называется цветочки в квадрате, и мастер-класс на юбку тоже есть, она обычная, татьянка, без замков, просто одевается через голову, правда, в шкафу лежала, немножко помялась, ну, в общем, вот такая замечательная юбочка, красота, я порой думаю, боже, сколько же у меня всего навязано, ну, по-моему, все рассказала вам, так и тянет меня к моему новому процессу, скорее всего, сегодня, если солнышко не выглянет, и на улицу не нужно будет выходить, там дождик, я приступлю, продолжу вязать вот этот красивейший процесс, не знаю, как назвать эту работу, может быть, назову глаз не оторвать, покрывала глаз не оторвать, или цветочная нежность, может быть, вы мне подбросите, очень похоже на, ну, я не скажу, что ирландское кружево, но за счет вот этого интересного, незаметного соединения, вот здесь, которое образует все новые и новые узоры, это соединение, и каждый элемент образует новые узоры, ну, такое впечатление, что это цельно вязанное полотно, не мотивами, красота, очень интересный, красивый узор, все, мои хорошие, чтобы не монтировать видео, уже близится, мое время выходит, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до новых встреч, с вами была Елена Ситникова, Пока-пока. Пока-пока.